За последний год 42% россиян стали чаще питаться дома. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Рамир». Мы решили провести свой опрос среди тверичан и узнать, как часто жители нашего города готовят и питаются дома. А также узнали мнение экспертов, чем может оказаться чревато регулярное питание в заведениях общепита для здоровья. Об этом рассказывает наш корреспондент. Современный мир с его все более ускоряющимся ритмом жизни, увы, заставляет уделять не только меньше внимания для общения со своими близкими, но и не позволяет должным образом следить за своим здоровьем. И что самое главное — питанием. Разнообразные закусочные, кафетерии, фастфуд на каждом углу зазывают аппетитным запахом. К тому же многих привлекает возможность экономии времени на приготовление пищи. Мы решили спросить у тверичан, как и где они питаются. Моё мнение лучше дома, конечно. Если умеешь готовить, и вкусно, и хорошо готовишь. Желательно дома. А почему? Ну, потому что я дома. Я знаю, что я приготовила. Могут и желудки болеть, и всё, что хочешь потом у молодёжи, если в кафешке питаться. Так что пусть смотрят сами. Я, по крайней мере, всю жизнь нормально питалась. С 75 лет и жила. Среди причин, по которым респонденты стали предпочитать домашнюю еду, названы более приятный вкус домашней еды, стремление экономить деньги и удобство. Реже питаться дома стали лишь 6%. В основном это люди в возрасте 18-24 лет. Неженатые люди и студенты. Очень люблю походить, испытать гастрономический опыт в самые разные заведения, рестораны, даже фастфуд. Сегодня в России насчитывается более 30 тысяч ресторанов быстрого питания. Еду в фастфудских заведениях готовят на каком-то особенно вредном жире. В большинстве случаев, но это так. Дело в том, что для приготовления очень многих блюд тут обычно используют твёрдые виды маргарина с высоким уровнем транс-изомеров жирных кислот. 80% опрошенных россиян согласились с утверждением, что домашнее питание более здоровое. Так считает и врач-гастроэнтеролог Галина Семёновна Джулай. Конечно, большое количество жиров, которые при многократном нагревании видоизменяются, приобретают канцерогенные свойства. Для человека в командировке, быстро перекусившего на бегу, это не беда. Но если это и сегодня, и завтра, и всегда, то, конечно, это нехорошо с точки зрения здоровья. Термин «рацион» – он ведь от слова «рацио» разум. И нас никто не заставляет выбирать общий пит. Это наше упрощенчество и нелюбовь к себе. Медики рекомендуют не есть фастфуд чаще, чем раз в неделю. А желательно делать это ещё реже. А лучше и вовсе исключить из рациона. Опаснее всего для здоровья жирные и высококалорийные блюда. Картофель фри, гамбургеры и сладкая газировка. Если днём вы ели фастфуд, обязательно вечером нужно поесть нормально. И не стоит идти в ресторан быстрого питания на голодный желудок. В своё время великий медик Гиппократ сказал, мы есть то, что мы едим. И современная медицина находит этому всё новые подтверждения. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова